Сегодня общественные советы созданы и функционируют при всех территориальных органах Федеральной службы исполнения наказаний России. Они призваны привлекать общественность к участию в решении задач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой, защищать права и законные интересы сотрудников, работников и ветеранов ведомства, а также осужденных и лиц, позазримаемых и обвиняемых в совершении преступлений, содержащихся в следственных изоляторах. Для того, чтобы обвиняться опытом и перенимать лучшие практики, впервые в режиме видеоконференции состоялось Российское заседание Общественного совета Привсин России, в котором приняли участие все субъекты Российской Федерации. Приветствую вас. Мы сегодня начинаем наше большое мероприятие впервые за два года, хотя оно считается регулярным когда-то было. Вот. Разрешите вас поприветствовать директора Федеральной службы исполнения наказания генерал-полковника. Сергей Александрович, скажите, наша цель сегодня познакомиться, посмотреть на регионы, на их активность, обменяться опытом. Чувашскую республику представляли начальник регионального управления Геннадий Шиндин, председатель Общественного совета Привсин Чуваший Сергей Самостюк, члены совета, а также сотрудники ведомства. В Чувашской республике Общественный совет существует достаточно долгое время. Общественный совет входит достаточно много человек различных профессий. Там и преподаватели, и врачи, и юристы. Каждый вносит, наверное, свой весомый вклад в развитие этого совета. Сегодня нам предоставилась такая, можно сказать, уникальная возможность пообщаться в режиме ВКС с Общественными советами регионов, где мы смогли обменяться опытом, новыми какими-то положительными практиками, где-то позаимствовать друг у друга что-то положительное. И, конечно, мне хотелось бы выразить благодарность Федеральной службы исполнения наказания России за предоставленную площадку, где сегодня мы смогли так конструктивно пообщаться. Я думаю, что и в дальнейшем такие же мероприятия у нас будут проходить, и они пойдут только на пользу работе Общественных советов на территории нашей страны. Сегодня одна из главных задач – помощь рессоциализации осужденным женщинам, особенно если раньше они страдали алко- и наркозависимостью. О том, как это происходит, рассказала кандидат медицинских наук, главный внештатный нарколог Минздрава Чуваши Ирина Евгеньевна Булыгина. Здесь сегодня первоочередной задачей является профилактика рецидивной преступности. Поэтому в нашей республике лично нами, членами Общественного совета и Общественной наблюдательной комиссии, всеми субъектами заинтересованными проводится работа, которая позволяет рессоциализировать женщин, освобождающихся из мест лишений свободы. У нас имеется очень интересный проект «Чистого листа», который зарекомендовал себя положительно с 2015 года. В чем заключается наш проект? Чтобы женщина, которая освободилась из мест лишений свободы, могла адаптироваться в социуме. И здесь нам помогают центры «Авроры», которые открыты у нас в городе Цивильске, в Леусинь, и в городе АллатРа, в нашей женской исправительной колонии. И в перспективе это открытие в Козловке. То есть это дом на полпути. И мы надеемся, что в результате деятельности нашей слаженной команды будет каждая женщина сопровождаться и снизится уровень рецидивной преступности, что скажется в общем на числе преступлений в нашей Чувашской Республике и в целом Российской Федерации. По результатам проведения совещания, опыт работы чувашских общественников признан положительным и социально полезным, что, конечно же, стимулирует на дальнейшую эффективную работу в области ресоциализации осужденных. Елена Яковлевна, пресс-служба Увсин Чувашии, Жизнь столицы.